Еще недавно эта территория была доступна для всех, кто проходил мимо бывшей инфекционной больницы и представляла опасность, ведь здание рушится. Сегодня здесь установлен железный забор. Построенное более 50 лет назад, последние несколько лет, медицинское учреждение не эксплуатируется. Инфекционную больницу закрыли почти сразу после того, как территорию передали в ведение Министерства здравоохранения Московской области. Новые владельцы ограждать здание не спешили. Я живу здесь рядом и наблюдал всю эту картину, связанную с большой опасностью для детей. Потому что напомню, что после школы люди как сталкеры, дети здесь ходили, бродили по заброшенному зданию. И, естественно, это представляло большие риски для всех. Проблемой занялись члены общественной палаты Ленинского городского округа и муниципальный депутат Павел Цуканов. Вместе им удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Дошли до главы Ленинского района Валерия Венцеля, которому удалось договориться с Министерством здравоохранения Московской области, чтобы самостоятельно заняться наведением порядка вокруг здания и изыскать внебюджетные средства на установку забора. Решение задачи заняло всего пару месяцев. Теперь надо думать, что мы будем дальше с этим зданием делать. Надо понимать, либо она остается в Министерстве здравоохранения, либо мы просим забрать его к себе, в муниципалитет, в казну, и дальше распоряжаться данным имуществом. Здесь можно все что угодно придумать, и детское творчество, может быть, что-то для детей, может быть, что-то для пенсионеров сделать. Здесь надо уже просто решать окончательно, что мы хотим здесь видеть и что хотят видеть жители этого города. Ну а также давайте не забывать, что данная территория находится в зоне культурного наследия. Она находится под защитой Министерства культуры Московской области. А это значит, что если здание все-таки снесут, то новая постройка должна точно повторять прежнюю. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. ВиднетВ.